Всем огромный привет! Мы с вами продолжаем проходить сборку сокровища пустыни в Арксурвавилл. Как помните, мы с вами сейчас выживаем в выжженных землях. И сейчас, секундочку, я испугался про Каптадона, я думал, что это Раптор. Ладно, так вот, моя задача сейчас перестроить вот эту Хибару в немножко другую Хибару. У меня для этого сейчас делается здесь глина. А перестраивать мы с вами будем буквально вот в такое небольшое саманное убежище, потому что без него мы здесь просто-напросто сгорим. Чего не хватает? Не хватает волокна, скорее всего. Потому что все остальное вроде есть. Нет, волокна на самом деле у нас с вами завались. Волокна вот здесь вот очень много. А может быть и не волокна, а может быть глины не хватает. Что здесь происходит? Глина подъехала и еще немножко древесины. А вот с деревом здесь все-таки напряги. Ну-ка, секунду, никого нету. Тут на самом деле чертовски опасно. Нам с вами нужно приручить сейчас Мерилотопса будет в этом выпуске. Ну, тем более это сделать очень просто при помощи ягодных приманок. Чтобы можно было собирать в большом количестве древесину. Но Мерилотопс нам с вами нужен топовый. Здесь с учетом того, что есть все эти инфекционы и прочие-прочие хищники. Стало чертовски опасно. Еще опаснее, чем было раньше. Поэтому я постоянно осматриваюсь и постоянно на измене. Я решил собрать с запасом. Хорошо, теперь абсолютно точно хватит всего. Делаем крышу и все это добро перестраиваем. Я знаю, голодный. Секунду, сейчас будем это дело решать. Чего не перестраиваем? А че не перестра... Не, не перестраиваем, да? Ладно, хорошо, не перестраиваем. Значит, сделаем с вами немножко по-другому. Мы поставим с вами сейчас вот это добро сюда. Теперь сюда. Дальше. Поставим с вами крышу. Я не знаю, мне кажется, этого должно хватать. Эй, это не крыша. Это по-любому не крыша. Вот так вот. И вот сюда поставим верной проем. Почему не хочется перестраиваться? Сложно сказать. Такое бывает, ничего страшного. Плюс я хотел на самом деле сделать самую обычную постель. Кровать. Слушай, у тебя что-нибудь есть? Мало веро... Охо. 109 у него. Все зашибись. Так, таким образом мы себе организовали расширение нашего дома. Я не знаю. Может быть, стоит туда поставить этот самый, как его... Еще один дверной проем, чтобы все это нормально было. Потому что вот так вот как-то это фигово все смотрится. Давайте сделаем. Не хватает все равно древесин. Ладно, хорошо. Значит, немножко попозднее. Пока что это все добро пошло сюда. Все лишнее убираем, чтобы не было перегруза. Так, это... А почему у меня две как раз рубашки? Странно, ладно, плевать. Так, дальше. Я хотел покушать, значит, мне нужно сделать сейчас костер. Что у нас там мало? Селитры мало. Что-то так вдруг. Ладно, селитру мы сейчас подкрафтим. Это вообще не беда. С ягодными приманками тут все попроще. Их достаточно просто выкидывать. Ну что, раптор, поехали. Найсимый вес, у тебя все хорошо. Скорость передвижения, давай. Ага, понятно. Хорошо качается, прям очень. В смысле нет. Ну, поехали искать сейчас тогда марилотопса. Можно сразу, на самом деле, выучить на него седло. Марилотопс. Нам, в принципе, немножко не хватает кожи. Но это мы с тобой раздобудем. Если мы сейчас с тобой здесь где-нибудь найдем какую-нибудь тушкана. Слушай, а тебя можно съесть? Нам нужно пользоваться моментом, то что сейчас утро, прохладно. Мы с вами не умираем от жары. Игры всех подряд. Иди сюда, сюда, за глаза. Все, наконец-то. Во, все-таки немножко кожи есть. Вот это мы с тобой просто выкинем. Но опыта ты не получил. Моя задача была, на самом деле, найти тушканчиков. Вот тушканчик, хорошо. Тихо. А вообще, безусловно, желательно приручить все-таки волка. Потому что, сами понимаете, волк у нас с вами будет гораздо полезнее. Так, секунду. У меня есть идея. Только я не могу ее реализовать, потому что нету кожи, видимо, да? Чего нету? Чего мне не хватает? Или камня? Скорее всего, все-таки камня не хватает. Скорее всего, все-таки камня не хватает. Ну-ка. Два, четыре, восемь. Одиннадцать. Да, камня не хватало. Все хорошо. Я просто хочу этого раптора забить, на самом деле. Все-таки это опыт. Иди нафиг. Есть как бы нехороший шанс, что он на нас запрыгнет. Давай-ка вот так вот со спины. Обломись. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Все шикарно. Прикольно. Мы помогли этому Додекурусу. Но, типа... Тише. Ноль-ноль. Понятно. Хорошо приручился. Во, умрел Атопс, наконец-то. Да даже не один. Ты какого уровня? Двадцать пятый, маленький. О, листрозавр. Шикарно. Все, отлично. Девять кожи. Шестидесятый. Десятый. То есть приручаем с вами вот этого. Шестидесятого. Нужно все это дело выкидывать прямо у него перед носом, чтобы только он кушал. Давай. Ему нравится, что мы его покормили, все дела. Но пока что еще его нельзя, естественно, кормить с руки. Хотя, вроде смотрится. О, ваушки. Ты сейчас это видел? Это было что-то такое странненькое и необычное. Там, я помню, было задание протестировать, можно ли приручать кувшинчик. Это докурец забыл тебя, понятно. Можно приласкать, кстати, уже. Так вот, можно ли приручать кувшинчика? Но я думал, не вот этого кувшинчика. Я думал, что я... Вот, тихо, ко мне сюда. Быстро, 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 ко мне. Мухай, мухай, мухай ко мне. Давай-ка мы тебе сразу поставим поведение на низкое. Хорошо. Будешь следовать за мной. Да, елки-моталки, что же ты к Рексу-то пошел? Что-то как-то для меня немножко неожиданно, что он здесь есть. Приласкать, покормить. Все хорошо, 40%. Дружище, только туда не ходи, и все будет нормально. 62%. Когда там уделить внимание? Что, куда ты пошел? Куда ты... Куда тебя тащит, а? 71%. Нужно приручать и валить отсюда. На самом деле, когда мы его с вами приручим, мы сможем забить Рекса на нем, я думаю, потому что он отталкивает. Ну, на самом деле, не факт. Я вот вообще-то придумал. Но, по крайней мере, мы хотя бы сможем тебя спасти. Давай, пошли, 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 пошли за мной. 25 уровня. Давай забьем. Есть предложение просто забить. Он нам должен помогать в этом деле. В этой непростой задаче. Да, Веда давай бьем. Хорошо, 17 кожи. А этот уже просто испугался. Кожу Раптор собирает очень фигово, на самом деле. Но нам сейчас хотя бы просто на седло наковырять. Дальше будет попроще. Стой. Все, окей. Так, что-то у нас усталость небольшая, да, накопилась? Дружище, держи. Ты мне сейчас тоже пригодишься, на самом деле. Так, 39 кожи того, 193. То есть, я могу сделать на Мерлотопса седло. Не могу, потому что не хватает чего-то там. А чего мне не хватает? Древесины. Вроде никого нет агрессивного, да? А сколько приручился? Ух, красота какая. Сейчас древесину соберем. Кстати, фекалии. Это я соберу. Это мне пригодится стоять. Всем стоять. Сейчас у нас с вами будет приручение, в основном, таких самых-самых полезных существ. Сейчас 13, 16, 20. Ну, вроде все. Шикарно. То есть, мы с вами сейчас абсолютно точно делаем седло. Естественно, теперь мы с вами спокойненько можем... ДД курса нету? Я вообще не бадну. Вон он там. Собирать ягоды, древесину с кустиков. И нормально строиться. То есть, можно будет как минимум сделать себе небольшой загончик, отгородиться от всяких гадов. Я надеюсь, что сверху никто не свалится. Вообще, самое правильное решение это построиться вот там наверху. Конечно, правильного в этом я не знаю сколько, потому что здесь рексы. Ты чё, как там у тебя дела? Приласкать можно? Да, можно. Покормить пока что нет. Вот тебе, держи приманочку. 43% шикарно. Теперь можно кормить с руки. Давай-ка мы тебе, наверное, всё-таки прокачаем на стимый вес. Мне не нравится, как у тебя всё это дело забивается. Ох, не нравится мне соседство с рексами. Ну ладно, бог с ним. Покормить, приласкать, 74%. Ты какого уровня? 65-го. Сейчас, давайте сразу выучиваем седло на него. Дедекурус, 34-й уровень мне самому нужен, а у меня 24-й. Понятно, ладно. Хотя бы будет в таком состоянии. Оба-на, забота сколько прибавляет. Так, ребят, ко мне. У нас тут почти клиент созрел. Чё? Спасибо. Пригодится. Подарок кинул. Всё. Окей. Бегом за мной. На самом деле, он нам нужен, знаете, для чего? Иди сюда ко мне. Давай, 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 подходи. Так, секундочку. Надеюсь, мы будем кататься. Тебя отцвести. Пускай собирает. То есть вот, теперь мы при помощи него и этого... А чё у нас там происходит? Раптор за мной. Так вот, при помощи него и этого как раз Мрилотопса сможем построить себе самальный дом. Раптор стоит здесь. Интересно, а кактусы здесь где-нибудь есть? В таком... Лёгком доступе, так скажем. Нету? Ладно, понятно. Значит, придётся фармить вот эти кактусы. Так, дружище, я, наверное, у тебя заберу древесину. Я не смогу, не знаю, не смогу нести всю. Значит, просто будем кантовать. Класс. Сосиски. Вот это для меня неожиданно. Я не знал, что здесь такая модификация, которая меняет внешний вид древесины. Интересно, а если я кактусы выкину? А, нет, кактусы не меняет. Ладно, хорошо, договорились. Наверное, там камни тоже меняются, ещё что-нибудь. Давай, закидываем вот туда это добро. Чё там у нас? Перегружено просто. Фуф. Красная надпись меня начинает пугать. И закидываем это сюда. Всё хорошо. Дальше. Мясо у нас с тобой пожарилось. Сколько там? Чуть-чуть. Потому что солома быстро прогорела. Это всё понятно. Так, стоять вот там вот. Собирай песок. Теперь, в тебе кактусы, да? 296. Ну так, по мелочи, но приятно. Ах, как сложно без всё-таки АЦСРА С+, которые нам добавляют сюда рюкзаки и позволяют нормально таскать всё это в инвентаре. Да уж. Приходится всё делать по старинке. Здесь, правда, есть С+. С+, позволяет... Опа, мясо тоже, смотрите, какое. Класс. С+, вроде как, ну, пока что мы не сможем этого делать. Это позволяет перекладывать или забирать. Но я, честно говоря, С+, почти никогда не пользовался. Я уже не помню, как это всё делается. Нужно смотреть, опять разбираться. Последний раз я пользовался С+, наверное, года полтора назад. Или год назад. Не, наверное, года полтора назад я последний раз пользовался С+, прям очень давно. Давай сюда, подгребай. Ну что, таким образом у нас с вами появляется возможность сейчас всё это дело перестроить. Потому что у меня, по большому счёту, не хватало только глины. Не хватало древесины. Волокно у меня есть. И мы теперь можем сделать... Ещё больше глины нужно. Можем сделать сейчас ещё один фундамент. Давай. Глины нужно прямо очень много сейчас будет. То есть вот теперь мы сможем сюда его присоединить. Ну, всё, отлично. Нам теперь это просто так не выломают. Ну, там, правда, ещё стены надо поставить. Это всё выламывается на раз. Я прекрасно знаю. Просто хоть какая-то защита. И, естественно, у нас с тобой есть сейчас две приманки на стреле. Этого мало. Нужно побольше сделать. Да, камень тоже, как видите, превращается в камень. В смысле, визуально. Какая-то модификация сделала. Ну, возможно, какой-нибудь эко-декор РП. Возможно. Скорее всего, так и есть. Потому что я с ней, на самом деле, особо никогда не разбирался. Так, это сюда. Вот там вот около пригорочки я видел, как она называется, металлическую жилу. Нам нужно с тобой собрать металла. Кто там носится? Кто это такой? Какой-то лев, да? Как думаете, вот это курсы замахают? Я очень сильно на это надеюсь. Вот еще металл здесь. Йоу. Че за ящер? Я могу его так приручать? Блин. Недолет, на самом деле. Я просто не хочу морилотопса потерять. Типа, не супер приобретение, конечно. Бывает и получше моряки. Но как-нибудь, вот туда подальше. Так, он заметил. Так, ну это уже хорошо. Правда, пока что он еще агрессивен. Значит, сейчас к нему просто нельзя подходить. У меня остается одна приманка такая. Я не знаю, сработает она или нет. Я, кстати, не обратил внимание, какого он уровня. Давай, ешь, ешь, ешь. По-прежнему все красное. Тихо, уходим, уходим, уходим. Валим. Я предлагаю сейчас поставить мерлотопса дома. Быстро сделать еще приманок. Че-то как-то я не подумал, что нужно побольше настрелить сделать. Да я хотел, на самом деле. Че-то отвлекся. Но я думаю, десяти нам абсолютно точно хватит. Секундочку. Давайте-ка все-таки сделаем побольше как раз этого добра. Давай-давай-давай, крафтся. Секунду, мы с вами вот здесь вот где-то были. Ух ты, ешь. Тихо. Фуф. Я проскочил, хорошо. Иди-ка нафиг. Я не знаю, что это такое. И не очень хочется проверять. Начали приручать этого ящера, так и продолжим приручать его. Есть, все. Теперь он больше не агрессивен по отношению к нам. Можно к нему подъезжать. А кто у нас с вами здесь? Похож был на этого самого. Изабирейшн. Реведжера. Опустошителя. Держи. Держи, держи, держи. Сейчас уровень проверим. 155. Ладно, хорошо. Я не знаю, насколько эта зараза голодная. Давай сразу выстрелим. И вот тому тоже выстрелим. Чтобы он там приручался потихонечку. Похож на какого-то карнотавра, да? Ёлки-маталки, откуда же у вас здесь столько? Конкабинатор это. Понятно, конкабинатор. Хорошо. Договорились. Этот идет кушать. Тут, как видите, еще один пришел. Вон там где-то. Мы ему тоже можем выкинуть. Пускай ест. Он, правда, сейчас агрессивен. Лев какой-то. Барбари-лайон. То есть варварский лев. Но он сразу синий стал. Класс. Нам просто нужно, чтобы вот тот перестал быть красным. И все будет хорошо. Че? Куда? А почему он понесся? Я сейчас не очень понял, что там произошло, честно говоря. Но он куда-то понесся. Со всех ног. Это Куэра Чупакабра как раз. Это и есть Чупакабра. Давай сейчас с тобой скинем сюда еще разик. Хорошо. Держи. Ну. Сейчас, если она становится синей, можно слезать отсюда. Неа. Видимо, она очень долго приручается. Хорошо, я понял. Тут у нас что с вами? Я боюсь вот эту приручать. Она сейчас сразу станет приручена. Ну, в том смысле. Она будет прирученная уже. И Чупакабра тогда точно на нее нападет. Держи. Она будет защищать нас в бою. Это уже хорошо. Держи тебе. Конкубинатор. Все хорошо у него. Давай, Чупа, ешь. Далеко я и выстрелил. Вот туда, куда-то. Не знаю, она может достать его. А, нормально все. Там написано, что она больше не будет нас нападать до тех пор, если не будет спровоцирована. Как видите, здесь тоже проценты приручения не очень большие. Лавер, ее вэппен. Убери свое оружие перед львом. Чего? Офигеть. Офигеть. Ты прикинь. Все, я могу управлять. Классно. Ты куда понеслась? Ну, или понесся, или... Опусти оружие перед львом. Ты представляешь? Он за что-то меня потребовал. Я даже не знал, что в этой модификации такое есть. Это же очень круто на самом деле. Да, поменяем. Забота. Покормим. Отлично. Где Чупакабра? Чупакабра это как раз одно из животных из задания. Держи. Иди кушай. Ну да, текстура реведжера. Да и поведение на самом деле реведжера. Ну, немножечко изменена. Ладно, приласкать. Такое чудовище просто ужас. Но они изменили Чупакабра. Они сделали ее побольше. Больше похоже, так скажем, на какую-то собаку. Даже походка какая-то такая, да, странная. Я не знаю. Я что-то как-то не обращал внимания. Что там происходит у этих реведжеров? Вот именно в таком плане. Нужно будет сравнить. Она прям очень странная. Привет. Давай. Заботимся. Привучилась. Стоять. Чупа. Спокойно. Куши. Давай не злись. Нам, в принципе, всего хватает. Слушайте, мы в этом выпуске такой рывок вперед сделали. Давайте, знаете, что только сейчас сделаем с вами? Заберем сейчас отсюда нашего раптора и львицу. Давай за мной. Ну, конквинатор, в принципе, похож на конквинатора. Это прикольно. Это они молодцы. Это немножко неожиданно для меня. Подождите, пока снова проголодается. Хорошо. Окей. Вчера мы начали с вами с раптора. Сегодня у нас с вами целый зоопарк. Давай приласкать. 67 и 3. Но прям вот это круто, то, что у нас с вами 155 уровня. Я не знаю, это топовый. Не топовый. Какой получается максимальный уровень? Ведь все вот эти уровни и прочее, это все меняет модификация. Я ничего не подкручивал. Ничего не делал по большому счету. Давай приласкать. Тихо, 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 тихо. Стандартные у меня были 150. Есть. И у нас с вами таким образом появляется Чупакабра. Ну-ка, рассказывай. 2400 здоровья. 321% урон. Ну, то есть... Реведжер. Вполне. Только мне кажется, реведжеры даже посильнее. Дальше. Давайте смотреть, что с альбом происходит. Тихо, ты не пугай меня так. Львица у нас. 1620, 236. То есть, они подогнаны по статистикам 2600, 225. Они подогнаны по статистикам к стандартным ванильным существам. Чтобы, если устанавливать их вместе с обычными существами, они были примерно одинаковые по силе. Просто, ну, как бы, не то чтобы одинаковые. Были сильнее, но не намного. Чтобы там не было такого, что они по 50 тысяч урона наносят. Давайте отведем всех домой и будем по одному там тестировать и проверять, что они умеют. Но это еще не все. Нужно обязательно дособрать ресурсы. И, естественно... Вы все на месте, да. И, естественно, достроить дом. Тут немножко все это нужно так оградить, чтобы было более-менее безопасно. А на тебя, кстати, седло нужно. Носимый вес 568, 531. Вот, на самом деле, на льве можно сейчас все-таки сгонять. Слушайте, а? Вот это приятно. Это не то, что приятно. Это просто шикарнейший. Во-первых, походка такая, знаете, вроде с какой-то стороны похожа на Себритуса, да? Но при этом очень мягкая, в отличие от него. И звук приятный такой. Так, секунду. Где-то вот здесь были залежи только что металла. Я хотел собрать металл, сделать себе, естественно, верстак и первоначальные инструменты металлические. Хотя бы кирку. Нам же этого с вами хватит. Да хватит, нам нужно 5 слитков на верстак и 1 слиток на кирку. Все хорошо. А все остальное уже потом. Плюс мне нужны кожа и камень. Если камень у нас в миссии, кожа в принципе тоже есть. Но можно протестировать урон как раз этого льва. Тем более урон... Сейчас не будем прокачивать. 236%. Скорость передвижения прям классная, мне прям нравится. 82% плюс кровотечение. Плюс скорость атаки очень высокая. Просто шикарно прыгает. Это просто запредельно круто. Ладно, хорошо. Давайте подкачаем все-таки урон. Забираем у тебя кожу. Кожа у меня 72. 72 кусочка. Что еще нужно? Камни. Камни есть дома. Плюс кремень. А вот кремень, если не ошибаюсь, я весь истратил. Все, в общем, сейчас занимаюсь тем, что по-быстрее делаю себе плавинку. Плавлю, делаю верстак. Ну, все базовые эти вещи. И увидимся с вами немножко попозднее, когда уже все это закончу. Я тут решил плавилку поставить на улице. Потому что все-таки это у нас с вами выжженные земли. И здесь довольно-таки жарко. Так, ты здесь чего забыл? Здесь стоять точно не нужно. Давайте его затащим домой. Ну, домой. Затащим вот туда, к нашим хищникам. Потому что они как минимум его смогут защитить. Стоишь вот тут. Вот, хорошо. Нужно будет, чтобы еще дедекуру с песка собрал. Мы с вами посмотрели, что умеет делать лев. Давайте посмотрим, что умеет делать вот эта Куэра Чупакабра. Опять же. Ну да, здесь я не проверил. Это абсолютно точно то существо, которое нам с вами нужно было приручить по заданию. Ты приручил криптида. Они все-таки реальны. Понятно, хорошо. Это, скорее всего, как-то связано все-таки с этим заданием. Как видите, у нас с вами есть кровотечение. Дальше. У нас с вами есть что? Бампир Хантер. То есть это... А, бамперизм есть. Мы подлечиваемся за счет кровотечения, видимо. Точно. Да, все правильно. И плюс мы с вами подлечиваемся за счет поедания полных туш. Ну, то есть тушек целиком. Здесь у нас с вами тег. Спасибо за электронику, которая, в принципе, мне не нужна. Потому что у нас с вами нету телепортов. Ну, то есть это у нас с вами довольно-таки стандартный урон. Все окей. А, 2400 здоровья. С учетом того, что это у нас с вами вампир. Он будет очень хорошо лечиться. Выносливость, я думаю, качать не нужно. Нужно качать урон в ближнем бою. И как помните, вот эти жуки... Они нас взрывали. Почему-то, когда мы их убили. Подожди. Тебя можно как-то приручить? Можно забрать нефть. Забрал. Ладно, непонятно. Может быть, из-за того, что я его укусил, когда в нем нефть была, и тогда взрыв произошел. Сейчас мы с вами попытаемся протестировать это еще раз. Ну? Сейчас, сейчас, подожди. Укус есть? Да, пока идет кровотечение, у нас с вами идет как раз вампиризм. Ладно, хорошо. На самом деле, это же прям очень крутое существо. В том плане... Сейчас, секундочку. В том плане, что мы при помощи него можем забить из кого угодно. Ведь его даже Рекс не сможет пробить. Мы это можем протестировать. Вон у нас с вами как раз Рекс ходит. Привет, прозавр. Чай немножко форманил с вами кожу таким образом. И, естественно, давайте подкачаем. Не подкачаем у урона, у нас нет опыта. Да, я думаю, мы и так справимся. Все хорошо. Ну-ка, иди сюда. На нем уже кровь. Он просто либо низкого уровня, либо у нас с вами такое сильное кровотечение. Либо он уже подронен и был. Рекс, урон 65. 25 уровень, нормально. Вот теперь можно тебя подкачать. Ну-ка, пошли ты с танем. 80. 80-92, хорошо. То есть, как понимаете, типа урон не очень сильно прибавляется, но все-таки есть небольшая прибавка от уровней. То есть, как бы я даже не знаю, есть ли смысл его так сильно прокачивать. Здесь что у нас? Давайте все заберем. Как минимум здесь есть соль для консервирования. Анкил, привет. Какой уровень? Мне высокого уровня и не нужен, в принципе. Да я вот так вот могу проверить. Держи. Не выкидывает он отсюда. Ладно, хорошо, держи отсюда. А, я не могу ни стрелять, ни кидать, ничего не делать с него. Все хорошо, я понял. Вот так вот, держи. Хорошо. Ему нравится, что мы его покормили. 20-й уровень. На самом деле, сейчас уже можно будет и приласкать, все дела. Потом с вами подкачаемся. Хотя, подожди. У меня плюс два уровня, 33-й. Я все-таки выносливость подкачаю, потому что выносливость очень маленькая. Давайте приласкать. Ждем, пока проголодается. Ну, естественно, 20-го уровня приручить никакого там, труда не застает. Все. Как я и сказал, у нас с вами сегодня просто какой-то дичайший прорыв вперед. Огромное количество существ приручили. Просто зоопарк уже. Давай за мной. Скорость, конечно. Да, запредельная. Хорошо, что здесь совсем рядом есть как раз залежи металла. То есть нам не нужно далеко бегать. Плюс, как видите, он у нас с вами был буквально тут рядом с домом. Все, стой здесь пока что. Хорошо. Это у нас с вами как раз Чупакабра. Я пить хочу. Ладно, это мы сейчас с вами решим. Это можно очень быстро решить по-другому. Че, где? Вижу. Бей его. Нормально. Вот именно этого я и опасался. Все хорошо. Да ты курс, давайте все со мной. Нужно сделать седло на конкубинатор. Давайте выучим, где оно там. По-английски, наверное, конкубинатор. На сороковом уровне. Вот это, скорее всего. То есть я пока что не могу сделать. Мы можем проверить. Конкубинатор, да. Сороковой уровень. У меня... Я сейчас ничего не прокачал. Тридцать третий. То есть нужно, на самом деле, сейчас вовсю прокачивается в ближайших выпусках. Тебе мы можем еще немножко вкачать урон в ближнем бою. Но я думаю, что конкубинатор все-таки должен быть немножко посильнее. Потому что он размером у нас с вами получается с Корнотавра. Да и, в принципе, статистики у него самого по себе очень неплохие. 2600 здоровья. 200. Хотя, кто же его знает? Ладно, подкачаем немножко. Давайте восстановим жидкость в организме. Да, оригинальный способ, чтобы побить воды. И, да, все-таки по поводу тебя. Тебя гораздо сложнее отлечивать. Тебя можно лечить только, естественно... Это сейчас еще такое было? Подожди. А, ты не можешь быть испуган. Ты не можешь быть испуган на протяжении 50 секунд. Понятно, хорошо. Ребят, давайте возвращаемся сюда. Пока стойте здесь все. На какой клавише это было? На клавише С у него удар двумя лапами. На клавише Х. Он рычит. И наверху появляется какой-то небольшой баф у него. Фир. Фир АОЕ. А, понятно. Он накладывает своим рыком этот самый какой-то страх. Давайте сейчас кого-нибудь найдем. Нет, я не вижу, чтобы это сработало. Может, наоборот, защита от страха накладывается? Ладно, хорошо, прави клавишу мыши. Урон 123. Укус 95. Вот это круто. Смотри-ка, это что такое? А, это ярость этого самого Бербери. То есть, варвара. Соответственно, когда я это использовал, его ярость и силы, я так понимаю, повысились. Ну-ка. Ого. 239 урон. Вот это круто. Причем скорость удара. Ярость у нас с вами на 70 секунд. А почему так долго? Подожди. Что она делает? Она нам не отнимает здоровье? Нет, мы лечимся. Все в порядке. 60 секунд. Тут какой-то амфицион как раз, если не ошибаюсь, да? Давайте отомстим. Я не знаю, сколько у него здоровья. Все хорошо. Клавишу Си, давай. Я думал, он повысит. Нет. Ну, собственно говоря, мы его забили. Это было прям очень просто. Но я думаю, что амфициона потом приручим в следующем выпуске, ну или в одном из ближайших выпусков. Это прям вообще шикарнейшее животное. Мне очень нравится. А я-то хотел волка приручить или что-то типа того. Вот. Вот просто шикарнейший зверь для того, чтобы можно было нормально ездить, фармить все подряд. Плюс уже кожа 400. Давайте еще подкачаем сейчас урон в ближнем бою. У меня уровень. Вот там вот на горе, если не ошибаюсь, есть коробочки удвоения опыта. Но предлагаю этим уже заниматься в следующем выпуске. Сейчас мы с вами сгоняем. У нас там, по идее, металл должен был поплавиться. Нужно сделать, естественно, верстак и сделать себе кирку. Верстак тоже будет стоять, наверное, все-таки на улице. Потом мы это все дело с вами обнесем, чтобы здесь все было нормально, красиво. Вот так вот будешь стоять. Есть. У нас с вами три слитка, древесина, кожа, волокно. Только я не выучил инструменты. Кирка, топор, серп. Серп мне, правда, сейчас, если не ошибаюсь, не нужен, да я его и не смогу сделать. А вот при помощи кирки, естественно, сможем собрать большое количество металла. И в следующем выпуске уже можно будет заниматься расширением базы и приручением остальных животных. У нас сейчас с вами идет второй игровой день. То есть у нас с вами, в принципе, пока что все получается. Нам нужно, как помните, за две игровые недели приручить виверн, приручить червя смерти. И тогда, получается, мы эту сборку пройдем. Но, типа, мы спешить не будем, попытаемся посмотреть, что здесь еще есть интересного. Так что давайте на этом этот выпуск завершим. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok